Седьмой том книги «Открытым оком», вопрос номер 1974, тема «Проповедь благовестия». Приходилось ли наблюдать по отдельным житиям, что есть и проповедь настоящая, и есть обращение настоящее, но потом вдруг врывается непонятное средневековое научение, и человек совершенно зарывается, хоронит себя в тайном месте? И как это объяснить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Житие Пелагея именно такое. Она обратилась, покаялась, но дальше научения не было. Сработал общий недуг. Она слышала еще в миру, что лучше всего замаливать грех в суровой обстановке, совершить некий подвиг умилостивления Бога, и тогда, и только тогда ты можешь иметь надежду на прощение. Это абсолютное заблуждение, на чем и базировалось, и в чем сгнивает все монашество всех тысячелетий. Это отвержение от благодати, это ветхозаветный дух старообрячества всех мастей, стояниями, суровостью, ярым оком пробиться через дебри греха, но своими силами. Книга Пророка Иеремии, 14 глава, 14 стих. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Иеремии, 23, 21. Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Послание к римлянам, 10 глава, со 2 по 4 стих. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Пелагия, 9 октября. Когда восемь епископов собрались в церковь святого мученика Иулиана, то пожелали слышать от Нонна на учение, и сели все при дверях церковных. Нон тотчас стал изустно поучать на пользу и на спасение слушавшим. Все благоговейно внимали святому учению его. В то время одна женщина-язычница, известная по всей антиохии блудница, проходила мимо дверей церковных с великой гордостью, одетая в многоценные одежды, украшенные золотом, дорогими камнями и жемчугом, окруженная множеством девиц и юношей в красивых одеждах с золотыми ожерельями. Она была так прекрасна лицом, что созерцанием ее красоты не могли довольно насытиться светские юноши. Проходя мимо нас, она наполнила весь воздух ароматным благовонием. Увидев ее, идущую столь бесстыдно, с непокрытой головой и обнаженными плечами, епископы закрыли глаза и, тихо вздыхая, отвернулись, как от великого греха. А блаженный Нон пристально и долго смотрел на нее, пока не скрылась она из глаз, и потом, обратившись к епископам, сказал, «Разве не понравилась вам красота той женщины?» Они не отвечали. Нон с плачем склонил голову свою и омочил слезами своими не только платок, бывший у него в руках, но и грудь. Воздыхая от глубины сердца, он снова спросил епископов, «Разве не усладились вы видом красоты ее?» Они молчали. Нон сказал, «Поистине, многому я научился от нее, ибо женщину сию поставит Господь на страшном своем суде, и ее судит нас. Как вы думаете, сколько времени она провела в своей опочивальне, моясь, одеваясь разными способами, украшая себя и осматриваясь в зеркало, всю свою мысль попечения полагая в том, чтобы красивее всех явиться очам временных своих поклонников? А мы, имея жениха бессмертного, на небесах, на кого ангелы взирать желают, не заботимся об украшении окаянной души нашей, оскверненной, обнаженной и исполненной срама, не стараемся омыть ее слезами покаяния и одеть красотою добродетелей, дабы явилась она благоугодной пред очами Божьими и не была посрамлена и отвержена во время брака Агнца. Окончив такое нравоучение, блаженный Нон взял меня, грешного своего диакона, и мы пошли в келью, которая была нам дана при той же церкви святого Иулиана. Войдя в опочивальню свою, епископ мой повергся лицом на землю и, плача, говорил, «Господи Иисусе Христе, прости меня, грешного и достойного! Заботы сей женщины об украшении тела превзошли все попечения моей об окаянной душе моей. Та женщина, чтобы угодить леным своим поклонникам, украшая себя, столько показала старания, а я не стараюсь быть угодным тебе, Богу моему, но пребываю в лености и небрежности. Каким лицом возрю я на тебя? Какими словами оправдаюсь пред тобою? Горе мне грешному! Предстоя пред святым алтарем твоим, не приношу я тебе той душевной красоты, коей ты от меня ищешь. Та женщина в суете своей обещалась угождать смертным людям, являясь им в столь благолепном виде, и делает то, что обещала. И делает то, что обещала. А я обещался угождать тебе, Богу моему, и солгал по лености моей. Ионак, ибо не сохранил повелений твоих. Не на дела мои надеюсь, но на милосердие твое, и от него уповаю получить спасение. Так долго с рыданиями взывал святой Нон, молился он и о той женщине, говоря, Господи, не погуби создание рук твоих, да не прибудет такая красота в разврате, во власти бесов, но обрати ее к себе, да славится в ней имя твое святое, ибо для тебя все возможно. По окончании святой службы архиепископ Антиохийский предложил блаженному Нону преподать по учению народу. Но он отверз уста свое и учил людей силою премудрости Божией, в нем обитавшей. Слова его не отличались изысканной мудростью мира сего, но были просты, вразумительны для всех и действенны, ибо Дух Святой говорил его устами. Он говорил о страшном суде и о будущем воздаянии праведным и грешным. Все присутствовавшие так умилялись словами его, что орошали слезами землю. По смотрению милосердного Бога привелось сей блуднице, о кое мы повествуем, и которая прежде никогда не бывала в церкви и не вспоминала о грехах своих, мимоходом зайти в то самое время в церковь. Услыхав поучение святого Нонна, она пришла в страх Божий, помышляя о грехах своих и слыша поучения святого Нонна о вечной за них муке. Она стала приходить в отчаяние, изливала потоки слез из очей своих и в сокрушении сердечном не могла остановить своего плача. Он же, собрав к себе семь других епископов, повелел ей войти. Явившись перед собором святых епископов, она с плачем поверглась на землю и припала к ногам святого Нонна, восклицая, «Умоляю тебя, Господин мой, будь подражателем-учителем твоего Господа Иисуса Христа. Яви мне благодать твою и сделай меня христианкой. Я море грехов, Господин мой, и бездна беззаконий, омой же меня крещением». Все собравшиеся епископы и клирики, видя блудницу, пришедшую с таким покаянием и верою, проливали слезы. Блаженный едва мог заставить ее подняться от ног его. Блаженный Нонн сказал прочим епископам, «Будем торпезовать, братья, и возрадуемся с ангелами Божиими о том, что нашли потерянную овцу. Вкусим пищу с елеем и вином ради духовного утешения». Когда все пришли и стали трапезовать вместе с новокрещенную, бес начал вопить во всеуслышание. Человеческим голосом, рыдая, говорил он, «Горе, горе, что терплю я от этого болтливого винопийцы, о, злой старик, недовольно ли было тебе тридцати тысяч сарацин, коих ты крестил, похитив их у меня? Недовольно ли тебе было и Леаполя, который ты у меня отнял и привел к твоему богу? А он был некогда моим, и все в нем живущие мне поклонялись. А теперь я последнюю мою надежду ты отнял. Что же мне делать, старец упрямый обманщик? Не могу выносить твоих уловок. Да будет проклят день, в который ты родился, злой старик. Потоки слез твоих пролились на мое жилище и сделали его пустым. Так, плача, вопил дьявол пред дверями покоя, где мы были. И все там находившиеся слышали голос его. И снова обратившись к новокрещенной, бес сказал, «Что ты делаешь со мною, госпожа Пелагия? Ты подражаешь Иуде? Он, почтенный апостольской славой и честью, предал Господа своего, а ты тоже сделала со мною». Тогда епископ повелел рабе Божией Пелагии оградить себя крестным знамением. Она, сотворив знамение креста Христова на лице своем, сказала дьяволу, «Да отгонит тебя Иисус Христос, избавляющий меня от тебя». Когда она сказала сия, дьявол тотчас исчез. Тогда блаженная Пелагия, призвав святого епископа Нонна, все отдала в руки его, говоря, «Вот богатство, коими обогатил меня сатана, передаю его в святые руки твои, делай с ними, что хочешь, мне же должно искать сокровищ Господа моего Иисуса Христа». Блаженный епископ Нонн, призвав эконома церковного, отдал ему, и в присутствии всех переданы ему Пелагии сокровища, и сказал ему, «Заклинаю тебя именем святой и нераздельной Троицы не вносить ничего из всего золота ни в дом не епископский, ни в церковь Божию, ни в свой дом, ни в дом какого-либо из клириков, но раздай все сие своими руками, сиротам, убогим и немощным, дабы то, что собрано злом, было израсходовано на добро, и богатство греховное стало бы богатством правды. Если же нарушишь сию клятву, анафема добудет дому твоему, и участь твоя с теми, которые восклицали, возьми, возьми, распни его». Луки 23, 21. Раба Божия Пелагия ничего не оставила из своего имущества даже на пропитание себе, но питалась за счет романы, диаконисы, ибо поклялась ничем не пользоваться от богатства греховного. Восьмой день, когда надлежало ей по обычаю новокрещенных снять белые одежды, полученные по крещении, день был воскресный, Пелагия, встав весьма рано, сняла белые одежды, в которые была одета при крещении, и облачилась во лосиницу. Взяв ветхую одежду блаженного нона, она тайно от всех удалилась из Антиохии, и с того времени никто не знал, где она находилась. Переоделась, переменила себя на себе, вопреки канонов и во лжи, просидела и сгинула. А дальше мощное на века благоухание описателя житей. И вот новый пример, как загубить талант, как зарыть самого человека и потом прославлять это заблуждение. Ни одной женщины, ни одного грешника Христос не запечатал, не замуровал, а сказал даже исцеленному бесноватому Луки 8, 39. Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Я дерзнул силою открыть оконце и увидел, что Пелагий лежит на земле мертвым. Ужаснулся я, и весьма горько мне стало, что не сподобился я получить последнего его благословения. Затворив оконце, я отправился в Иерусалим и возвестил живущим там святым отцам, что Авва Пелаге и Евнух представился. И тотчас прошла по всему Иерусалиму весь, что святой Пелагий духоносный инок скончался о Господе. Но на погребание честного тела его сошлись иноки из всех окрестных монастырей все жители Иерусалима и бесчисленное множество людей из Иерихона и с той стороны Иордана. Разломав оконца кельи, сделали вход, достаточный для одного человека. Вошедший через сделанное таким образом отверстие, благоговейные мужи вынесли честное тело. Пришел и патриарх Иерусалимский со множеством иных отцов. Когда по обряду начали умощать тело ароматами, то увидели, что почивший подвижник был по природе женщиной. Дивные во святых Божия воззвали тогда присутствовавшие со слезами. Слава тебе, ибо имеешь ты на земле сокровенных святых, не только мужей, но и жен. Тайну Пелагии хотели было утаить от народа, но не могли. Ибо Богу угодно было не сокрыть, но объявить и прославить рабу свою. И собралось великое множество народа. Стеклись и иноки из монастырей своих со свечами и кадилами, с апсалмами и песнопениями церковными, и, взяв честное и святое тело Пелагии, с подобающую честью внесли в ту же келью, где подвязалась она, и там погребли. Иуда, апостол, 19 июня. Апостол Иуда, подобно другим братьям Господа по плоти, понес многие благовестнические труды, распространяя Евангелие Христово. Вскоре уже после вознесения Господа Иисуса Христа на небо, апостол Иуда, как и все вообще апостолы Христовы, отправился на проповедь Евангелия. По свидетельству церковного историка Никифора, вожественный Иуда проповедовал Евангелие, распространял христианство сначала в Иудее, Галилее, Самарии и Думее, потом в Аравии, Сирии и Месопотамии. Наконец пришел в город Эдессу, принадлежавший царю Авгарию, где еще раньше его проповедовал Евангелие о другой Фаддеи, один из Фаддеи, один из семидесяти апостолов. Здесь апостол Иуда закончил и исправил то, что не было окончено тем Фаддеем. Есть известие, что святой апостол Иуда проповедовал христианство и в Персии, откуда и написал на греческом языке свое соборное послание. Побуждением или поводом к написанию всего послания послужило то обстоятельство, что в общество верующих вкрались нечестивые люди, которые обращали благодать Божию в случае к беззаконию и под видом свободы христианской дозволяли себе всякие мерзкие дела. Это краткое послание заключает в себе много глубоких мыслей и наседательного учения. Карп 13 октября Карп был поставлен епископом и проповедовал слово Божие жителям Феатиры, попила же, которого Карп почтил степенью диакона, обнаруживал ревность согласно своему званию в подобных же трудах. Посему к всем святым мужам стало стекаться великое множество народа, который, слушая с усердием их учения, обращался в христианство, повелел возложить на них, повелел возложить на шеи их железные цепи и водить их ногими по городу. Так доблестные подвижники, достойные высокой чести, были водимы по улицам с бесчестием, достойные неисчислимых похвал, были осмеиваемы и подвергались поруганиям. Аполлинарий, 23 июля. В тот день уверовали во Христа более 500 мужей и приняли святое крещение. Немного дней спустя нечестивые возбужденные бесами ко гневу снова схватили святого Аполлинария и сильно били палками, запрещая ему, да не смеет он проповедовать об Иисусе, не даже упоминать имя его. Святой же лежа на земле восклицал «Воистину Бог есть Иисус Христос, волею пострадавший за людей». Прочтите ниже приведенное краткое описание жития апостолов, тех, кто встречался со Христом. Может быть, и нужно было бы ограничить все 12 книг жития святых этим одним житием на 70 посланников Христовых. Прочтите очень внимательно и скажите, похоже ли жития иноков, монахов на это повествование. А если не похоже, то кто же Божий? Кому Иисус благоволил? Кто Его ученики были? А кто самозванно и самовосхвалительно занял весь горизонт, все пространство в течение 20-ти столетий христианской истории? Собор святых 70 апостолов 4 января. Кроме 12 апостолов Господь Иисус Христос избрал еще 70 других. Святой евангелист Лука об этом говорит так Луки 10 1 После сего избрал Господь других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место куда сам хотел идти. 12 находились при нем как свидетели его жизни а 70 подготовляли людей к принятию Христа Спасителя проповедуя раньше в тех городах какие намеревался посетить Христос Господь. Впоследствии многие из учеников Господних и конечно в том числе многие из 70 отпали от Христа и перестали служить Ему. Евангелие от Иоанна 6 глава 66 67 стихи С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати не хотите не хотите и вы отойти. Когда же наступили дни страданий Христовых число учеников Христа умалилось еще более и едва ли кто из числа 70 остался при нем когда и один из двенадцати отпал от него. По воскресении Христовом лик святых двенадцати апостолов был восполнен Матфеем лик же семидесяти наполнился не сразу а мало по малу из числа тех кто был обращаем ко Христу двенадцатью апостолами и проповедью святого апостола Павла свыше призванного в тот же первенствующий лик и ставшего вместе с Петром первоверховным в том лике. На основании Божественного Писания предания святых отцов древних историков и достоверных церковных повествователей можно представить лик святых семидесяти апостолов в следующем виде. Первым из семидесяти апостолов был святой Иаков брат господень о котором упоминает святой апостол Павел в послании Галатам говоря Галатам 1.19 Другого же из апостолов я не видел никого кроме Иакова брата господня. Он был поставлен первым епископом Иерусалимским по свительству предания избранный к этому и посвященный самим Христом во время его земной жизни. Проповедуя Христа в Иерусалиме апостол Иаков был сброшен иудеями с крыши храма на землю, потом был побит камнями и скончался от удара палицей по голове. Святой евангелист Марк написавший Святое Евангелие под руководством святого апостола Петра, который упоминает о нем в первом своем соборном послании в таких словах 1 Петра 5.13 Приветствует вас избранная подобно вам церковь в Вавилоне и Марк сын мой. Тот же святой апостол Петр поставил Марка епископом в город Александрию, где за проповедь о Христе идолопоклонники связавшие его влачили по камням и били. В это время ему явился Господь Иисус Христос, призывая его к небесной славе, и апостол предал ему свой дух. Святой евангелист Лука, написавший Святое Евангелие под руководством святого апостола Павла, который упоминает о нем в послании к Колоссинам, Колоссину 4.14 приветствует вас Лука, врач возлюбленный и Демас. Он же написал и книгу Деяния апостольских и много проповедовал о Христе, преимущественно в Биотии. Скончался мученический Вахаи. Святой Клеопа, младший брат святого Иосифа Обручника, он на дороге в Имаус вместе со святым Лукою видел Господа по воскресению его, и потом узнал воскресшего Христа, когда он явился собравшимся ученикам в одном доме, где совершил преломление хлеба. За проповедь о Христе святой Клеопа был умершлен иудеями. Святой Симеон, сродник Господень по плоти, был вторым епископом после апостола Иакова в Иерусалиме, где и окончил свою жизнь, будучи распят за распятого Христа. Святой Варнава, названный так апостолами, а прежде называвшийся Иоси, 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 О нем упоминается в книге Деяния апостольских и в послании святого апостола Павла к Галатам. Галатам 2.13 Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Сей апостол Варнава вместе со святым апостолом Павлом послужил благовестию и сначала проповедовал о Христе в Риме, а потом был поставлен епископом в Медиалане. Скончался он на своей родине на острове Кипре, где был побит камнями гонителями веры Христовой. Христиане с честью погребли его и положили с ним в гроб согласно его завещанию святой Евангелий от Матфея, которое Варнава некогда сам переписал и с которым никогда не разлучался. Святой Иосия или Иосиф называвшийся также Варсава и Иуст о нем упоминается в Деяниях апостольских, где повествуется, что он был вместе с Матфеем избран на место отпадшего апостола Иуды Искариотского и в послании святого апостола Павла к Колоссинам, в котором апостол, перечисляя приветствие верных Колоссской Церкви, говорит Колоссинам 4, 11 Также Иисус прозываемый Иустом оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадую. Святой первомучник Стефан Архидиакон первый принял мученический венец за Христа, будучи побит камнями, почему и назван первомучеником. Святой Филипп, один из семи дьяконов, крестивших Симона Волхва в Самарии и Евнуха Кандаке царицы, был епископом в городе Троллеи и там, просветив многих христовую верою, в глубокой старости отошел к Господу. Святой Прохор один из семи дьяконов спутник святого апостола Иоанна Богослова и участник его трудов. Он был первым епископом в вифинском городе Никомиде, а потом проповедовал о Христе в Антиохии, где искончался мученический. Святой Тимон один из семи дьяконов был епископом города Бостры в Аравии и в то время, как проповедовал имя Христова, много потерпел страданий от евреев и греков. Святой Пармен один из семи дьяконов, совершая поручение ему апостолами делоблаговестия, порученное ему, умер мученически перед очами апостолов. Святой Тимофей, трудившийся в деле благовестия Христово вместе со святым апостолом Павлом, который написал к нему два послания, был епископом в Эфесии, где искончался мученической смертью. Святой Тит также трудился вместе со святым апостолом Павлом в деле благовестия. Святой апостол Павел упоминает о нем в своих посланиях, а также написал и к нему послания. Святой И по фраз, о котором также святой апостол Павел упоминает в том же послании к Филимону, говоря, Филимону 1.23, приветствует тебя, и по фраз, узник вместе со мною ради Христа Иисуса. Вместе со святым апостолом Павлом он содержался в узах в Риме, откуда Павел писал Колосинам. Колосинам 4.12. Приветствует вас и по фраз, ваш Раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельством Колосинам 1.7. Как и научились от и по фраз, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова. Святой Сила был учеником и ближайшим сотрудником святого апостола Павла, вместе с которым проповедовал Слово Божие и претерпел многие страдания, раны и тюремные заключения. О нем упоминается в Деяниях Апостольских. Деяние 15.32. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали оставления братьям и утвердили их. Деяния 16.25. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Впоследствии он был епископом в Коринфе, и немало потрудившись в деле проповедания Слова Божия и сотворивший знамения и чудеса, отошел ко Господу. Святой Силуан проповедовал Слово Божие вместе со святыми апостолами Петром и Павлом. О нем упоминает святой апостол Петр в своем соборном послании в таких словах. Первое послание Петра, 5 глава, 12 стих. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Также и святой апостол Павел во втором послании к Олимфинам, в 1 главе, 19 стих. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Где, претерпев немало бедствий во время своих подвигов, для утверждения святой веры Христовой, отошел к подвигоположнику Христу. Святой Крискент, о котором святой апостол Павел упоминает в своем втором послании к Тимофею, был епископом в Галатии, а потом проповедовал Христа в Галлии. Святой Епинет, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к римлянам, говоря, Римлянам 16, 5. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который и есть начаток Ахаи для Христа. Был епископом в Карфагене. Святой Андроник, о котором святой апостол Павел упоминает в том же послании к римлянам, говоря, Римлянам 16, 7. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. И называет его своим сродником и сопленником, одним из важнейших апостолов, ранее его уверовавших во Христа. Был епископом в Паннунии, скончался в мире». А святой Амплий, о котором святой апостол Павел упоминает в том же послании, говоря, Римлянам 16, 8. «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Был епископом в городе Диасполе, где проповедовал Христа. Скончался в городе Одиссе, будучи умершлен эллинами за свою проповедь о Христе». Святой Агав имел дар пророчества. О нем упоминается в деяниях апостольских в таких словах. И один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Деяние 21, 10. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. Апостол Агав проповедовал во многих странах и многих обратил ко Христу». Святой Руф, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к римлянам, говоря, римлянам 16, 13. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Был епископом в Фивах, городе Греции. Святой Патров многих обратил ко Христу. Святой Тертий писал послание святого апостола Павла к римлянам, о чем он сам говорит в этом послании. Римлянам 16, 22. «Приветствую вас в Господе и я», – Тертий, писавший сие послание. Он был вторым епископом в иконе, после святого Сосипатра, и там стержал себе мученический венец. Святой Климент, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к филиппийцам, говоря, филиппийцам 4, 3. «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Был епископом в Сардике. Святой Пут, о котором упоминает святой апостол Павел во втором послании к Тимофею, говоря, 2 Тимофея 4, 21. «Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя и Вул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья». Был членом Римского Сената. Он был человек благочестивый, принимал в своем доме святых апостолов Петра и Павла и многих верующих. Впоследствии дом его был обращен в церковь, которая называлась Пастерская, и в которой, по преданию, священнодействовал святой апостол Петр. Святой Трофим, о котором дважды упоминают Деяния апостольские и святой апостол Павел в том же послании к Тимофею, говоря, Деяния 24. Его сопровождали до Асии Сосипатор, Пиров, Вериянин, и из Фессалоникийцев Аристарх, и Секунд, и Гай, Деревянин, и Тимофей, и Осийцы, и Тихик, и Трофим. Деяния 21.29 Ибо пред тем они видели с ним в городе Трофима и Ефесянина, и думали, что Павел его вел в храм. Второе Тимофею 4.20 Яраст остался в Каринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Вместе с апостолами Пудом и Аристархом сопутствовал во всех гонениях апостолу Павлу, и, наконец, когда святой апостол Павел в Риме при Нероне был усечен мечом, вместе с своими двумя сотоварищами также был обезглавлен. Святой Марк, племянник апостола Варнавы, был епископом в Аполлониаде Вифинской. О нем упоминает святой апостол Павел в послании к Колосинам вместе с вышеупомянутым апостолом Аристархом. Колосинам 4.10 Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. Святой Артема, о котором говорит святой апостол Павел в послании к Титу, Титу 3.12. Когда пришлю к тебе Артему или Тихико, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Был епископом в Листрах. Святой Акила, о котором упоминается в Деяниях Апостольских и в посланиях апостола Павла, был епископом в Гераклии. Слово же Божие проповедовал в Азии и Ахае, и за проповедь свою принял мучнический венец. Святой Фортунат, о котором упоминает святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам, неустанно трудился, проповедуя имя Христова, и после многих трудов восприял блаженную кончину. Святой Ахаик, о котором вместе с Фортунатом упоминает в том же послании к Коринфянам святой апостол Павел, говоря, 1 Коринфянам 16.17. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше. Святой Дионисий Ариапагит, о котором упоминают Деяния Апостольские, сначала был епископом в Афинах, а потом проповедовал Христа в Галлии и здесь был обезглавлен. Евсевий, епископ Кесарии Палестинской, в первой книге своей истории, в 12 главе, пишет следующее. Имя каждого из 12 апостолов Христовых довольно известно всякому из свидетельств евангельских, а перечня 70 апостолов вполне точного нет нигде. Если же внимательнее всмотреться в дело, то можно найти их более 70, придерживаясь только одного свидетельства святого апостола Павла, который в первом послании к Коринфянам говорит, «Потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили». Из таковых многих трудившихся в деле благовествования о Христе в первенствующей церкви, просветивших верою разные страны, подобно святым апостолам и достойных по этому имени апостольского, а некоторых упомянем здесь особливо. Святой Лазарь, бывший мертвым в течение четырех дней и воскрешенный Господом. Во время гонения на церковь Иерусалимскую, после убиения святого первомученика Стефана, он был изгнан из пределов Иудеи и пущен в море на лодке без весел вместе со святым учеником Господнем Максимом Максимином и со святым Келедонием, который родился слепым, но был исцелен Господом. По божественному произволению лодка приплыла к острову Кипру, и святой Лазарь начал проповедовать в городе Кедонии о Христе. Впоследствии он был в этом городе рукоположен апостолом Варнавой в сан епископа, и там же на острове Кипре он почил в мире. Святое тело его спустя много лет было обретено на том острове в мраморном ковчеге, на котором была надпись «Четверодневный Лазарь, Друг Христов». Святой Иосиф, происходивший из Аримафея и бывший тайным учеником Иисуса Христа, а потом испросивший пречистое его тело у Пилата, также был изгнан завистливыми иудеями из пределов иудейских и проповедовал Христа в Англии, где и представился. Жителями Англии он почитается как апостол их страны. Иудеев за веру во Христа и апостольскую проповедь, и был изгнан из Иудеи. Святой Гамалиил был учителем святого апостола Павла. Он подал благоразумный совет Синедриону относительно проповеди святых апостолов, сказав, «Если это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». После мученической кончины архидиакона Стефана он взял его тело и похоронил у себя в селе недалеко от Иерусалима. Также он скрывал изгнанного за проповедь Христову святого Никодима, которого и похоронил после кончины его близ гроба святого первомученика Стефана, где потом был погребен и сам. Евнух царицы Эфиопии Кандакий, крещенный святым апостолом Филиппом на дороге и обративший эту царицу ко Христу, был первым проповедником о Христе в Эфиопии, где и скончался мученической смертью. Святой Закхей, который принял с радостью в доме своем Господа и слышал от него, Луки 19,9, Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». По вознесении Господнем Закхей последовал за святым апостолом Петром, им был поставлен епископом Кесарии Палестинской, где и проповедовал о Христе. Святой Корнилий Сотник, крещенный святым апостолом Петром, которым был потом поставлен епископом, проповедовал Христа в городе Скепсии, где и скончался с миром. Святой Лонген Сотник, который стоял на страже при кресте Господнем, и исповедал, что Иисус есть воистину Божий Сын. После погребения Господа Лонген опять стоял на страже у гроба Господня и был очевидцем воскресения Христова, о чем и свидетельствовал перед всеми. Впоследствии он проповедовал о Христе в Каппадокии, где и пострадал мученически. Святой Игнатий Богоносец, по преданию, то самое дитя, которое Господь взял на руки к себе и на которое указал апостолам, сказав, «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Святым апостолом Петром он был рукоположен во епископа Антиохийского, где проповедовал о Христе, окончил жизнь мученическую смертью в Риме, будучи отдан на растерзание львам. Святой Поликарп был епископом города Смирны. Он, подобно апостолам, неустанно проповедовал Слово Божие, писал послания ко вновь обращенным христианам и неусыпно заботился о благе и душевной пользе своей паствы. Блаженный Симеон Метафраст в жизни святого Игнатия Богоносца прямо называет Поликарпа Божественным апостолом, говоря, «Прибыли они в Смирну, и там святой Игнатий целовал святого Поликарпа, Божественного апостола, своего соученика, скончался мученической смертью в Риме». Святой Антипа, епископ Пергамский, также пострадал за апостольскую проповедь о Христе. О нем сам Господь Иисус Христос в Откровении святого Ивана Богослова сказал так, Откровение 2.13 «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный святитель мой Антипа». Субтитры подогнал «Симон»